Привет, друзья! Вот посмотрите, как важно и как интересно. Вот Ажа Абдурахманова, она из журнала «Женщина Дагестана». Ну, Ажа – это моя соседка и очень близкий мне человек. Очень близкий мне человек и вся семья очень близкая, потому что их папа – сильнейший поэт Дагестана Исуп Хапалаев. Сильнейший. Он в моем сердце, в моей памяти, светлая память. Вот мы дружим со всеми в Доме писателей Гаджиева-3, Махачкалье. Удивительный дом. Всем приветы, мои друзья, всем приветы. Вы мне все родные. Ну, я там вырос, и мне просто так приятно всегда слышать о вас. Я всегда вам приветы передаю. И вот Ажа опубликовала в журнале «Женщина Дагестана» интересную такую заметку, которую она, ну, это где-то было, и она нашла и поставила специально. И называется она «Человек звучит гордо». Вот посмотрите, как это важно. Медный бык – самое страшное в истории устройство для пыток. Греки были теми самыми еще затейниками по части пыток. Одним из самых изощренных устройств для пыток и казни был медный бык Фалорида. О, там его картинка есть, прямо такая медная статуя или что-то там такое, и там внутри человечек лежит. Ну, это такое медное образование, не знаю, как назвать. Образ быка для греков был наполнен глубокого смысла. Его прочно ассоциировали с абсолютной властью. Бычьи головы имели молох и минотавр, требовавших человеческих жертв. Неудивительно, что финский медник Пирил создал свое изобретение именно в форме быка и пришел с ним к тирану Акрадаса, сейчас это социалистский город Агридшинто, к Фалориду. К Фалориду пришел, известного своим бессердечным садизмом или жестокостью в любой ситуации. Вот ему-то мастер и представил устройство для пыток полного медного быка. Внутри быка находилась специальная камера, куда помещали человека, а под быком разводили огонь. Ну, представляете, друзья. Бык раскалялся, жертва запекалась. О, Господи. Более того, мастер оказался талантливым и изобретательным. Вы сейчас поймете, для чего я этого обчитаю. Более того, мастер оказался талантливым и изобретательным, повторяю, он предусмотрел специальную систему труп, по которым крики жертвы вырывались наружу. Но при этом они искажались так, что казались сердитым рёбом быка. Но тираны не зря считали бесчеловечным. А мы же науку человечности создаём все вместе. Я поэтому вам это всё и читаю. Считали бесчеловечным. Так. Бык Фалорида был испытан на самом создателе. Ну, хватит она, да, как это бумеранг. На самом создателе. Причём ещё живого перила этого изобретателя, извлекающего быка. Афинян понадеялся на награду и получил её. Фалорид сбросил мастера с обрыва. Правда, позже и самого Фалорида казнили в этом же беке, когда его сверг Телемах. Зачем я это всё, вот такой ужас вам читаю? Ну, это очень важно. Я жопу поблагодарил, я написал, и спасибо вам за такую иллюстрацию, за такую картинку, за такой текст. Это такой потрясающий текст, иллюстрация к нашей, создаваемой нами, науке человечности. На что надо здесь обратить внимание, друзья? На то, что изобретатель. Изобретатель создал такую жестокость. Вывод отсюда прямой, что творческие качества человека, способность изобретать, недостаточны для того, чтобы называться человеком. Я помню книжку у Курта Ванегута, колыбелька для кошки. Что делал человек, изобретший, ну, когда эту атомную бомбу сбросили на Хиросиму, что он делал? А он сидел вечером и забавлялся, называется, колыбелька для кошки. Ниточки так вот складывают. Ну, так дети играют иногда. Курт Ванегут. Удивительный автор. Да, удивительный автор. Ну, посмотрите, Брейдбери, Курт Ванегут. Это такие стругацкие. Они ведь постоянно занимались этими вопросами. Они вопросами о человечности. И вообще прогнозами на будущее, что будет с человеком. И каким будет человек через тысячу лет. А Ефремов, писатель Ефремов. Туман из Андромеды, другие там, лезвие-бритвы. Да. Тут надо задуматься. Я для чего это все сделал, повторяю. Чтобы выделить вот это, что изобретательность, еще недостаточное качество, и творческие способности человека могут создать нечто убийственное для людей, если в них нет человеческих качеств. А это что? Это что? Выделяю. Человеческие качества, общечеловеческие ценности. Общечеловеческие – это не только в том смысле, что они всем доступны. А именно это о том, что это такой уровень сознания, когда человек уже мира ощущает потребность дарить, любить, быть благодарным, чувствовать бесценность живого, супержевательность, способность и потребность к сотрудничеству, к созиданию. Созидание – это нечто иное, видите, как получается. Созидание. Одно дело изобретать, одно дело творчеством заниматься, другое дело быть человеком. И вот эти параметры, вот эти качества, которые неразрывны друг с другом, они связаны так, одно без другого не бывает. Это уровень развития человека, это качество. Качество. Ну, как свойство магнита. Вот и всё, не оторвёшь это свойство от магнита. Вот такого человека, такого уровня развития, это качество. И мы об этом говорим. Это очень важно помнить. Поэтому мы уже начинаем. Вот я определил ряд этих свойств, этих качеств, этого качества, которые я говорил в прошлый раз, они же и в религии есть, как основание всех религий. Но они, эти качества были у тех людей, кто зачинал эти религии, и потом транслировалось по его ученикам, и у Будды, и у Мухаммеда, и у всех, и у Винна, и у Маркса. Ну, это же школа, это же школа, религия – это школа. Но по мере трансляции происходит снижение уровня, и остаются ритуалы. А вот это вот, только некоторые отдельные люди, которые достигли такого же уровня, как и тот, который чувствовал это мироощущение. он его понимает через века. Понимает, потому что они как бы на одной волне находятся. А все остальные, те, которые посредственности какие-то, которые не достигли этого уровня, ущербные, примитивные, ну, в таком состоянии, не целостном находятся в этот момент, допустим, они вот не достигают этого качества. И вот поэтому много толкователей, школы эти религиозные между собой ссорятся. Тысячи лет религии существуют, а войны продолжаются, кризисы продолжаются, и сейчас мы дошли до того, что пандемия, и люди уже изолируют друг от друга. Чтобы сохранить в человеке человека, нужно теперь уже, наряду с тем, что религия есть, и литература есть классическая, где это все описано, человеческие свойства, проявления, которые миллионами лет фильтровались, и наблюдениями определились, вот эти качества, я их собрал, сейчас сказал, повторил. Да, этого быка заключение. Можно быть творческим человеком, но если ты не человек, ты можешь изобретать что-то такое, что может не служить развитию человечества. А духовное развитие, это когда ты болеешь не только о себе, когда ты болеешь из-за человечества. До встречи, друзья! Ажа, спасибо тебе огромное! Всем привет, икачары, всем передавай привет! Да, как говорится, от меня обнимание, ну а теперь лишь на дистанционке. Ну ничего, скоро мы решим эти вопросы, потому что, когда будет создана наука человечности, наука, наука, надо это очень четко понимать, там будут критерии, и это будет в учебнике, и там будет система подготовки и отбора кадров, как я уже говорил, от шахтера до президента. Анкета такая тоже будет при приеме на работу, там, ну люди будут ориентироваться. Дело же в востребованности, как только начинает востребоваться что-то в обществе, как грибы начинают вырастать, когда в обществе востребуется человечность, появится человеческое общество. До встречи!